Ещё одна скороговорка. Перец повлёк жар у бедного ненасытного человека, потому что «фефьевр» значит, что у кого-то появился жар. «Повр, бедный, пьёвр» — это может быть какой-то ненасытный человек, как я перевела, а может быть, например, «осминог». Мне понравился больше перевод ненасытного человека. Как мы работаем со скороговорками? По слогам, потом побыстрее и потом совсем быстро. Вы, когда остановите видео, не забудьте потенцироваться с пробкой, как я показывала, и с карандашом. Давайте по слогам сначала. Ещё раз. По слогам. По слогам. Теперь медленно. Побыстрее. И когда совсем оттренируете с карандашом и с пробкой, то три раза побыстрее можно произнести, максимально быстро, но если что-то не получается, ни в коем случае не дорабатывайте это, нужно замедлиться, опять поработать звуки, которые не получаются, и только потом ускоряться. « Поля – фиеврetti, а пов – пиеврetti, а пов – пиеврetti». Это всё. Лаком. Продолжение следует...